Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. К выборам президента готовится миллион семьсот тысяч избирателей в Алтайском крае. Какой формат голосования они выбирают? Молодежь все чаще покупает дачи и выращивает зелень в квартирах. Чем продиктована такая любовь к натуральному? Единственная дрифтерша на весь край. Чем нашу героиню привлек автоспорт? В Барнауле на улице Антона Петрова частично перекрыли дорогу для движения транспорта. С ночи на этом участке, недалеко от Малаховского кольца, работают сотрудники водоканала. Они устраняют повреждения на самотечном канализационном коллекторе. Барнаульский водоканал устраняет повреждения на самотечном железобетонном коллекторе диаметром 600 мм. Для производства работ необходимо ограничение движения по улице Антона Петрова по нечетной стороне от Малаховского кольца до дома 215. Над коллектором установили оборудование для перекачки стоков. Для водителей на дороге стоят предупреждающие ограждения. Осторожными просят быть и пешеходов, особенно детей. Представители компании предупреждают, что до конца 8 марта будет ограничено движение по всей ширине проезжей части нечетной стороны улицы Антона Петрова от Малаховского кольца до Антона Петрова 215. Специалисты просят жителей продумать дополнительные маршруты. Сегодня утром по всей стране звучали сигнальные сирены. Тревога оказалась учебной. В России сегодня прошла ежегодная комплексная проверка системы оповещения населения. Барновская сирена зазвучала в 10.40, рев длился 3 минуты. В случае экстремальной ситуации через громкоговорители и на трех радиоволнах звучит объявление «Внимание всем!». Такая проверка необходима не только для того, чтобы проверить техническое состояние оборудования, но и для тренировки жителей среагировать в случае ЧП. Такой звук сигнализирует о необходимости поиска укрытия или эвакуации. Больше 230 тысяч жителей Алтайского края хотят проголосовать за президента через интернет. Еще 10 тысяч – по механизму «мобильный избиратель», то есть по месту фактического пребывания, а не прописки. О подготовке к президентским выборам, которые вышли на финишную прямую, способах выражения воли изъявления и визите так называемых «подомовых обходчиков» подробнее далее. Меньше чем через 10 дней по всей стране распахнут свои двери около 97 тысяч избирательных участков, 1700 из них в Алтайском крае. В дни выборов президента с 15 по 17 марта на них ждут активный поток избирателей. Подготовка к выборам началась задолго, а сейчас уже начали голосовать жители труднодоступных населенных пунктов. Так свои голоса отдали 34 избирателя из села Усть-Черыш, Усть-Пристонского района края. Дружные избиратели пришли на досрочное голосование и еще и согрели своим теплом наших членов участковой избирательной комиссии, которые с таким трудом добирались до удаленного поселка. На следующей неделе участковые комиссии прибудут с визитом еще в два отдаленных поселка – Кедровку в Ельцовском районе и Тегерек в Краснощоковском. У остальных избирателей края голосовать досрочно права нет. Зато в официальные дни выборов есть возможность подарить свой голос удаленно. Но предварительно нужно подать заявление, что и сделали уже 230 тысяч человек или 13% от общего числа избирателей края. До 11 марта 2024 года идет срок подачи заявлений на дистанционное электронное голосование. А заявление подавать обязательно, если избиратель желает выбрать такую форму, потому что дистанционное электронное голосование идет с помощью федеральной информационной платформы единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг. И все же, отмечают в избиркоме, большинство в нашем крае предпочитают голосовать традиционно, посетив личный избирательный участок. Но не все смогут проголосовать по месту прописки. Так, около 10 тысяч жителей воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». Он позволяет выбрать удобный участок по месту фактического нахождения. Опять же, требуется подать заявление. Через избирательные комиссии, многофункциональный центр и в цифровом режиме через единый портал госуслуг. 7 марта для участковых избирательных комиссий завершается большой этап работы по домовой обход. Сотрудники УИКов информировали жителей о днях проведения выборов и возможных способах голосования, а также сверяли списки избирателей. К таковым в Алтайском крае относятся порядка 1 миллиона 770 тысяч человек. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. Если три года назад, после проведения выборов, наблюдатели передали в прокуратуру 27 материалов о зафиксированных нарушениях, то в сентябре 23-го всего 4. Нарушений и фейков в ходе выборов в России год от года становится меньше. Но готовиться к возможным их появлениям необходимо, уверены эксперты. Какие фейки чаще всего используют и как им противодействовать, обсудили в Барнауле за круглым столом. Работа на самом деле идет даже не месяц, не два. Она идет уже много лет. Уже в октябре, уже в ноябре различного рода квазенезависимые международные общественные организации заявляли о непризнании мартовских выборов в России, независимо от их результатов. И любое нарушение, которое будет происходить, будут рассматривать буквально через увеличительное стекло. Независимый общественный мониторинг в январе заявил, что фейкотворчество и хайп сходят на нет. И в этом заслуга самой организации, а также бдительных наблюдателей за ходом проведения выборов. Но выборы 2024 года все же стоят особняком. И эксперты считают, что те, кому это необходимо, могут использовать в том числе методы мошенников. Создают различные фейковые странички, аккаунты, подделывают голоса, голоса родственников, друзей. Дошло до того, что они уже используют фотографии и небольшие видеоролики запускают. Мы должны понимать, что, к сожалению, в выборах тоже это может быть использовано. Из распространенных фейков сентябрьской кампании 2023 года наличие приставов и военных комиссаров на избирательных участках могут быть и такие. Может вбрасываться фейк, что уважаемые избиратели в какой-либо там из социальных сетей, уважаемые избиратели в таком-то районе, на такой-то избирательный участок, завтра не будет работать. А он будет работать по другому адресу, поэтому вы сразу идите туда. То есть вот такая ситуация может возникать. И, конечно, люди, которые либо через аккаунты в социальных сетях ознакомятся, либо через мессенджеры внутри, многие из них примут решение и пойдут на тот искусственно созданный, участок избирательный, чтобы проголосовать, которого там не будет. И наша же задача, получив такую информацию, быстро отработать. Как в медицине есть правила золотого часа, быстрого предотвращения тяжелого состояния больного, так и с информационным полем, говорят эксперты. Если реакция на фейк будет чуть дольше, чем час, информационная волна пойдет дальше. Чтобы этого избежать, в крае вновь будут работать общественные наблюдатели. Приходят самые разные люди. Конечно, большая часть это люди уже в возрасте, здесь и вопрос мотивации, и вопрос времени. Но молодежь тоже есть. По крупным населенным пунктам, по Биску, Барнаулу, Рубцовску, молодежь доходит до третьего. Мониторинговая группа общественного наблюдения в крае уже работает. Пока никаких вбросов, которые могли бы повлиять на подготовку к выборам, не выявлено. Хотя достоверность дистанционного голосования многие, скажем так, недоброжелатели из-за рубежа уже давно ставят под вопрос. Ну а реакция группы мониторинга на фейки, а в ежедневном режиме по краю работают от 8 до 10 человек, уже давно принято. И будет такой. Если эта фейковая информация как раз влияет на избирательный процесс, то, конечно же, будет возбуждено уголовное дело. И по данному факту будет вестись расследование. Штаб общественного наблюдения за выборами будет располагаться в стенах Шишковки. Телефон «Горячая линия» по всем обнаруженным фейкам и нарушениям просят сообщать именно туда, уже работает. И он на ваших экранах. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. Подобрать телефон и попасть под статью. До пяти лет лишения свободы грозит жительница одного из сел Алтайского края за кражу телефона. Еще в январе в транспортную полицию обратилась женщина с заявлением о краже телефона на Бурноуэском автовокзале. Полицейские довольно быстро нашли злоумышленницу по камерам видеонаблюдения. Ей оказалась 34-летняя жительница нашего региона. Она пояснила, что увидела оставленное кем-то на ограждении мобильной и присвоила его себе, убедившись, что за ней никто не наблюдает. Дело направлено в суд, а телефон возвратили владелицы. Молодежь Алтайского края все чаще покупает дачные участки. Особенно они пользуются спросом у молодых семей с маленькими детьми, отумечают эксперты. Кроме очевидной возможности самим выращивать овощи и ягоды, такое заинтересованное связывается с значительным подорожанием цен на продукты. На какие-то позиции по сравнению с прошлым годом цена выросла вдвое. Как в таких условиях живут барнаульцы, какие продукты подорожали и как можно выгодно приобрести дачу, выясняла наша съемочная группа. Выращивать продукты самим. Так в Алтайском крае все больше растет спрос на дачные участки. Так на смену старшему поколению к земле начинает тянуть и молодежь. Причина вполне очевидна, рассуждает эксперт Владимир Марков. Мы с вами знаем о том, что сейчас очень трудное время, когда импортозамещение существует. Поэтому очень многие, особенно те семьи, у которых есть дети, они более и более заинтересованы в приобретении земельного садового участка, для того, чтобы выращивать для себя вот такой набор овощей, плодов и ягод. Интерес к дачным участкам продиктован прежде всего пользой и натуральностью продуктов, выращенных самостоятельно. Но повышение цен в магазинах тоже неплохо стимулирует на домик в деревне. Цены на ряд базовых продуктов с декабря прошлого года на настоящий момент изменились так. Стоимость говядины за килограмм выросла на 73 рубля, курицы на 53 рубля, колбасы на 72, макароны подорожали на 15 рублей, а огурцы на 71 рубль за килограмм. Что-то незначительно подешевело, что-то значительно подорожало, но тенденции именно на рост цен никуда не делось. Подъем есть, конечно, с прошлым годом не сравнить. Намного. На некоторой позиции даже на два раза была на цену. Не только яйца, как все сейчас там на этом делают акцент, та же элементарная консерва, она, мне кажется, в три раза подорожала. Уже себя ущемляешь, где-то что-то покупаешь, не то, что хотел. Ну, конечно, вот колбаски кусаются, как бы цена. Фрукты очень дорогие. Конечно, хочется и фруктов уже в такие годы покушать, и какой-то вкусняшки. Помню, в те времена было, конечно, попроще. На пенсию можно было жить. Как говорится, в кошелечек не заглядывать. Кошмарно. Особенно, когда видео попадается такое, что... Ну, год 2002-й, и женщина набрала 4 пакета продуктов на 7 тысяч. Ну, как-то вроде особо не задумываешься ежедневно об этом, а вот анализируя то, да. Вообще, может быть, в чем-то отказывать приходится или все-таки нет? Нет, работать больше приходится. Молодежь, кроме того, что больше работает, ищет лайфхаки и занимается не только дачным садоводством. Так моя коллега Ирина Корчагина обустроила дома свой мини-сад. Начала выращивать зелень не столько из-за экономии, хотя за зелень уже столько надо зелени отдать в магазине, что уже, ну, может быть, проще самим это выращивать. Но, наверное, главное, мне скоро 30, но уже как бы тянет к земле. И еще немаловажный момент. Я знаю, из чего это все сделано, как это все выращивалось. Мне так спокойнее. Очень сложно все это выращивать, потому что микрозелень очень капризная. Но у меня получается. На покупку дачи Ирина еще не созрела. Хотя в барнаульских садоводствах активно привлекают новых садоводов. В некоторых даже предлагают два года бесплатно пользоваться участком, а потом стать членом СНТ. Да и в целом неосвоенных заброшенных дачных территорий в крае предостаточно. К примеру, барнаул – это в трех территориях. Это Павловский, Первомайский, Косихинский, Тальминский. Ну, естественно, барнаул – пригород. До научного городка, до Павловской границы у нас сегодня есть пустующие участки, которые можно без большого труда приобрести. Кстати, покупка участка сегодня легко может обойтись в сумму до полутора миллионов. Все зависит от близости к городу, доступности транспорта и наличия домика на участке. А кому-то дом не важен, главное – есть земля, где можно что-то вырастить. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Но даже если обойтись без дачи, то какой уровень зарплаты барнаулцы ценили как достаточный? И есть ли у них финансовая подушка? Об этом у них спросили мои коллеги. Какие-то накопления у вас есть на такой случай, если захочется уволиться и отдохнуть? Но у меня нет. Ну, конечно, нет. Никакой подушки безопасности нет в наши времена. Ну, просто тогда в чем-то себе отказываешь. Вот и все. У многих ее нет, к сожалению. Но мне уже много лет, я много работала, кое-что скопила, и поэтому могу. Как считаете, уволиться можно? Нет. Тогда мы останемся без средств к существованию. Муж меня не сможет обеспечить. И дети даже. Дети, они вот едва-едва им хватает. И вот если моя зарплата и мужа, ну, тогда мы нам от зарплаты до зарплаты. И откладывать может чуть-чуть только муж для того, чтобы помогать детям. Ну, менять работу всегда сложно. Конечно, приходилось. Ну, ничего. Главное, чтобы было здоровье и нужные навыки. Я индивидуальный предприниматель. Меня все устраивает. Какую зарплату хотели бы иметь, чтобы ни в чем не отказывать, еще и накопления оставались? Чтобы ни в чем не отказывать, еще и накопления оставались. Это 100 тысяч. Очень низкая пенсия. Маленькая. Невозможно жить на такую пенсию. Достойная 50 тысяч. 52 тысячи рублей собрали активисты будущего парка за торговым центром в индустриальном районе на оформление альбома с эскизами зеленой зоны. Почему общественники считают такой подход важным к будущему голосованию за территории, который будут благоустраивать, расскажут мои коллеги. Барнаульцы все больше сплачиваются вокруг будущего парка трехсотлетия города и выбирают его уже рублем. Накануне активисты собрали нужную сумму на оформление альбома проектных решений будущего парка – 52 тысячи рублей. Презентуют его к голосованию за территории, которые будут благоустроены в 2025 году. По мнению общественников, наглядное изображение должно увеличить шансы превратить пустырь в зеленую зону. Объем работы очень большой. И на весь проект, если вот так создавать, полностью детально, это не менее года уйдет. Но какие-то эскизы, какие-то наработки уже будут представлены к голосованию. Эскизы готовят студенты архитектурного факультета АГИК и архитектор Андрей Атаджанов. Ранее в институте прошел конкурс. Учащиеся представили восемь видений будущего парка. В финал вышли две работы, которые скорректируют профессионалы. Победители этого конкурса наиболее приближены к реальности был парк. И сейчас на его основе, соответственно, дорабатывается этот проект. Так как это все-таки общегородской парк, то есть в нем должно быть все. Не только какая-то одна направленность, например, спортивная. То есть зоны для прогулок, для тихих, детская площадка обязательно будет. То есть, чтобы закрывать потребности разных слоев населения. Например, дети уже используют местность по назначению. Катаются с местных склонов. В будущем по периметру зоны проложат лыжню. Она должна была появиться здесь этой зимой, но разъезжающие по пустырю машины помешали. Зонирование станет понятным по эскизам. Их представят на голосование в апреле. Активисты и жители индустриального района очень рассчитывают победить. И создать для себя парк с учетом своих пожеланий. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком. Почти 4 тысячи волонтеров и 16 тысяч участников Всемирного фестиваля молодежи одевала и волонтер из Алтайского края. Наталья Астахова, преподаватель Алтайского педагогического университета, работает на фестивале в административном корпусе. А за ее плечами десятки подобных мероприятий. Фестиваль молодежи, признается, удивил ее теплой атмосферой. Это огонь, это нечто. Люди братаются, люди обнимаются, люди фотографируются на моих глазах. Кубинцы с, по-моему, алжирцами обнимались и фотографировались с флагами. Люди понимают друг друга, даже не зная языков, на каком-то более высоком уровне языка дружбы. И восхищают, что есть молодежь с запада. Мы вообще, я думали, что ну ладно, там Куба, понятно, друзья Африка и так далее. Но когда увидели, что есть большая делегация из Германии. Есть ребята из Франции, есть ребята из бывших наших республик, из Латвии и Эстонии. То есть, ну это просто, молодежь хочет дружить, несмотря ни на какую политику, ни на что. Дружат участники и друг с другом, и с волонтерами. Наталья называет себя волонтером в кокошнике и делает в этом головном уборе десятки снимков. На всемирном фестивале участвуют и делегации из Алтайского края. В нее вошли студенты, молодые ученые, спортсмены, работающая молодежь. Фестиваль продлится до 7 марта. Женщины плохо водят автомобиль. Героиня следующего сюжета не согласна с таким утверждением. Ведь на постоянной основе участвует в региональных соревнованиях по дрифту. Как хрупкая девушка попала в мир сурового автоспорта и чем занимается в свободное от заезда время, расскажет Данил Кузнецов. За рулем лидирующего красного «Жигули» отнюдь не профессионал, любитель с третьим разрядом по автоспорту. А точнее любительница, которая всегда готова дать бой на льду даже пилотам российской дрифт-серии. Речь о Марии Синяткиной и единственной на весь край дрифтерши. Интерес к этому мужскому виду спорта у нее возник еще в юности, когда она впервые посетила Кубок Барнаульской ракеты. Я туда приехала с друзьями посмотреть. Как раз Иван Никулин привез туда Аркадия Цареграцева, то есть Красноярска, Дамира Идиатулина, всех вот этих звезд дрифта. То есть там были крутые соревнования. Я еще тогда ничего в дрифте не понимала, но увидела, посмотрела, мне это так понравилось. Я загорелась, мне было тогда 17 лет. Я решила, что я хочу так же. А далее 18-летие, получение водительских прав и покупка ВАЗ-2105, или как она его называет, пятигранника. Однако из-за частых поломок дрифт оставался лишь в мечтах. До тех пор, пока не появился Яков, будущий супруг и по совместительству неоднократный призер региональных соревнований. Именно общение с ним постепенно подтолкнуло девушку на участие в гонках. Мы лично не были знакомы, но машина у него приметная. Он ездил на учебу в политех на ней. И я регулярно в городе видела эту ржавую жигу. Думаю, вау, какая классная. Она еще такая громкая. Проезжает по потоку, вау. Я смотрю, блин, вот какая она крутая, да, какой там гонщик крутой на ней. Потом еще на соревнованиях увидела, как он ездит. И вообще. И потом как-то так вот получилось, что мы познакомились и начали встречаться. К сожалению, сейчас та самая ржавая жигуля любви хранится под слоем снега на заднем дворе. Все силы направлены на красную пятерку. За все время в ней было убито три двигателя и несчетное количество КПП. Однако супругов такие сложности не останавливают. И они по-прежнему продолжают участвовать в соревнованиях. Особенно Мария. Мне очень душу погрело. Вот предыдущие соревнования. Она поехала. Прям удивила. Я уже не могу какой-то там результат показать. А когда я вижу, как человек растет и у него получается, вот с этого мне хорошее получается удовольствие. Призов у Марии пока что не было. Все же сложно конкурировать с мужчинами на сильно модернизированных жигулях. Да и тренируется она лишь изредка на треке. Ночные заезды по городу не одобряет. Во-первых, опасно. Во-вторых, силы надо поберечь для работы. Мария – педагог дополнительного образования. Уча детей фотографировать. У мальчишки, вау, да, они ничего так же. Ну, девчонки просто с интересом. Ну, прям такого что-то. Мария Александровна там самый лучший гонщик в мире, но этого нету. Но не исключено, что спустя несколько лет слова о лучшем гонщике в мире все-таки прозвучат из детских уст. В первую очередь от собственного ребенка, который не так давно появился у автоспортивной семьи. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok.